так добрый вечер есть немного времени поэтому запишу в лог о сегодня основная тема продолжение истории французская революция у меня нет интернета скоростного кабельного поломки киза не знаю причины с мобильного телефона я не могу грузить это до меня слишком накладно извиняюсь поэтому формирую только шатую аудиоверсию если будет появится интернет на линии то там не принципе сейчас электричество нет то тогда загружу в youtube пока только аудио поэтому ссылки я выкладываю ну так в общем некоторые моменты озвучу до французской революции а потом французская революция вот этот венс который через своего своего сына познакомился с трампом который трампа обливал там последними словами грязью еще года четыре назад называл фашистом гитлером и так чистка в чистом виде арестович обзывал порошенко потом был с порошенко работал потом обзывал зеленского зеленским работал венс это проект это ваша питера тиля он у питера тиля как выяснили журналисты практически никак не работал просто пиры питер тиль в нем увидел человека с которого можно слепить конфету трудоустроил в своем фонде и нарисовал ему неплохую зарплату и когда венс пошел ну то есть он деланный политик и и когда он пошел в политику региональной он начал везде озвучивать ручку ну то есть там принцип такой в сша что если ты не приближен к богатым донатором то ничего не будет тот на сенаторскую кампанию его питер тиль который отличается такими взглядами про фашистского права толка он выделил 10 миллионов долларов по костюшке хочу отметить и важные моменты которые не указал что он те деньги которые мудай павел 1 через большой промежуток времени когда началось все движение наполеона в адрес россии он их верну он сказал что я присягу давал под давлением и все деньги я когда добропорядочный чек возвращаю и царь тогда издал указ это уже был александр что по церкви раньше указы выдавались по церкви государственной что если где-то в западных регионах увидите костюшка то немедленно его арестовать еще такой важные факты что костюшка заменитая битва на саратоге конную кавалерию на англичан вел тогда уж костюшка поляки вообще считаю на это была самая ключевая битва битвы там были особо небольшие мыша войска британии были малых количествах но это было ключевая и один из победителей был в этой битве это тогда уж костюшка воевал он всегда в польском старом мундире ну то есть он такой болонете как самурай который посвятил себя этому делу пока что система на тему потом перейду к революции услышал в ухминаева услышал что и оказывается в мексике развито движение на шансонье на рынка на которые связаны с наркомафии нарко шансонье и они носят белые шляпы и также свои деньги многие они реинвестируют от продажи наркотиков выращивание авокадо поэтому авокадо который мы покупаем торговых сетях где-то на 70 80 процентов это бизнес наркокартели поэтому все журозники которые фитнес инструкторы они где-то и спонсоры наркокартели только через одно плечо на два раза его его жизни такая ерунда мне вообще не понравилось лучше нашей картоплезисты да можно смаженным уже варена яку якуб обожает а важно когда началась эта вся движуха в америке в которой участвовал вашингтон джефферсон тадеошка сюшка ирландцы покинули кличу ну с сша на будущих сша что тут наших бьют можно хорошо порезвиться англичан мочить англичан войска были большие но они были разбросаны по всему миру часть была их там в австралии какой-то часть в индии везде по частям и и большие формирование они не могли направить в америку ирландцы побежали наниматься в английские рекрутинговые центры военкоматы тцк и англичане были в шоке что ирландцы едут воевать за них в америку и когда ирландцы приезжали в америку ну высаживались порту бостона то они сразу захватывали офицеров английских сдавали их повстанцам и переходили на сторону повстанцев вот так англичане с дуру понабирали себе за них воевать ирландцев точно также делали поляки ну да екатерина не поддержала англию в этой военной компании и она выставила свой флот во главе там был такой майор якушкин его потом внук поедину был декабристом подержал восстание декабристов и они поставили свои военные корабли которые помогали сопровождать торговый флот который тогда продолжал торговать с америка они соблюдали блокаду который объявил англия на британия и кстати говнокомандующим потом флота независимых сша штатов этих был питер я забыл фамилию он служил в российском флоте до этого американец индейские вожди многие поддержали англичан хотели замочить колонистов и потом им это сильно дорого стоило когда победили джефферсон вашингтон и да ему подобные они эти индейские племена восточные все вырезали под ноль потом произошла зачистка джефферсон джефферсон кстати был такой обиженный атеист после этой всей движухи там же они написали этот биле правах все можно всем религиям и т.д. и т.п. и евреи как и богатые так и бедные из европы массово ломанулись с сша и получили кстати много должностей в законодательных собраниях сша в сенате ну кстати по хочу сказать по этому понятовскому она родила девочку от понятовского девочка прожила два года и умерла я могилы копию делал в екатерина на всех своих любовников старалась родить детей очень нехлюбива и если строила костюк костюлы и мазала чего осорила дворцы и получается когда вот это было подавлено восстание от костюшки она забрала этого стасика понятовского с польши и под конвоем привезла в санкт-петербург он же там доживал до дворцы и и важно что когда он был в россии в молодости и влюбил себя екатерину и она гуляла с ним при петре третьем он был тогда советником посла британии и британия через понятовского финансировал вот это все движение орлова когда был первый бунт когда убили петра первого и катя тогда брала деньги через понятовского ну и пол польши тогда уехали в сша это было очень модная тема селом или сша поэтому там такие диаспоры там поляков что-то 12 миллионов по-моему сейчас это которые себя признают по национальности поляки а помешанных я даже уже не говорю например если мы называем город чикаго украинским то это это не соответствует действительность он польский до важная тема номер один когда закончилась движуха в сша то движуха началась в европе по базе освобождение европы и все лидеры этих чвк национальных ломанулись обратно куда в европу ирландцы поехали бойцы азова ирландского ира в ирландию наводить порядке тадеушко стюшка поехал со своими друзьями разных национальностей польшу а третьи поехали куда во францию во файет который поддержал деньгами и вооружением мочевикашниками французскими войну вашингтона джефферсона в сша они возвратились во францию и что начинается в этих всех трех странах правильно национальные освободительные движения про про польшу я рассказал начинается восстание в ирландии после кромвеля это была вторая резня в которой британцы разгневанные ну им было далеко плыть за океан а тут все рядом они бросают лучшие войска на остров ирландский начинается серьезные боевые действия еще франция людовика шестнадцатого помогает бригадными генералами и кораблями ирландцам и начинается бойня бойня идет не нажиться на смерть опять полу населения вырезается ирландии и запрещается окончательно ирландский язык как таковой мечта отца ледовика четырнадцатого было поговорка такая что я хочу францию вывести на такой уровень чтобы каждом доме французском даже бедного человека была курица в доме да ну и принципе не на тот уровень выше но после падения колонии все начало идти по нисходящей английское посольство в то время в париже это было как если ты был плохо себя вел в англии то тебя посылали как посла в париж это было как посольство сша в кабуле если например у парижанина яйца пропадали на базаре то лучшее развлечение было это это тухлые яйца подойти кинуть посольство англии но такая была забава так как начала франция стагнировать у нее начали банкротиться многие города но людовик 14 так построил страну что каждый мечтал покорить париж и знали что если жопа то париж приедешь и прокормиться но как у нас киев или в россии москва и все ехали в эти города при любой довик 14 париж вырос два раза там начались проблемы с шахтами по-моему бургундия появились проблемы уткачей которые шелкопряды были в паре в лионе пропала была какая-то там эпидемия деревья погибли которые из которых делать тут только вы тут вышел капрят шелковица на и появилось такое понятие санкилоты это бесштанные появилась огромная масса в городах людей пролетариев даже хуже которые жили максимум одним днем как на войне гражданской жизни санкилоты запоминаем да в общем крестьяне из сел все ломанулись париж хоть как-то выжить даже было такое понятие у них аббаты без аббатства то есть тебя посвящали в аббаты у тебя не было своей церкви и что делали эти просвещенные люди с нормальным образованием они начинали писать свои статьи в газетах они становились ютуберами в логерами и писали на разные темы в том числе политические эти ютуберы стали крайне популярны но был был уже нормальная сельская школа и многие санкилоты были образованы денег не было но читать умели до бургундии было истощение шахт и шахтеры тоже поперли в бариш а шахтеры же они два раза не повторяют они ки чем умеют работать правильно киркой и все такое создается революционная ситуация больше а кого не доходы падают раньше же ледовик 14 ездил на карете из золота в чистом виде была золотая карета а это сейчас и правит ледовик 16 ну дело говным говно и нас начинают эти журналисты и блогеры мутить тему что плохо надо что-то делать и общем людовик 16 собирает такое понятие генеральные штаты генеральных штатах было 30 процентов среднего сословия третьего сословия и остальные 70 процентов это было дворянство знать и духовенство ну а в натуральном выражении 90 процентов страны это низшие сословия это эти санкилоты без штаны и уже идет рекрутинговый набор в армию там тоже дети нищеты служат армия уже не сословная они щиты офицеры только сословия также во франции всегда был рынок черный рынок оружия я начинаю поговорить о тех людях которых буду дальше рассказывать которые потом сделали французскую революцию первую которая изменила мир раз и навсегда навсегда жан-поль марат нефтальское княжество продолжая была техничная пауза так продолжаю это был французский врач радикальный журналист то есть он был врач врач и ютубер также всплывает такой человек жорж жак дантон это был такой двухметровый и простолюдин бра бывший простолюдин семья которого выкупила многие доки франции и он стал большим этим стивидором перевальщиком то есть это уже богатый человек двухметровый жар жорж жаж дантон также хочу сказать о таком человеке как жан-мари кого д.р.буа это был профессиональный актер трупы писал большое количество драм и комедий ну типа нашего зеленского 95 квартал филипп антуа мерлен это был юрист и политический деятель за заметные в годы французской революции код базир это было политики адвокат до член законодательного собрания потом и конвента было несколько групп людей которые начали поднимать на флаги эти вопросы перед королем это были кордельеры политический клуб они называются политический клуб не партию которые собирались в старых монастырях либо в трактирах возле монастырей один из лидеров их был бенуа де мулен французский адвокат журналист революционер ютубер все писали и было такое еще общество политические клубы тоже собирался в трактире возле святого якоба монастыря якобинцы да до революции можно было голосовать во франции только мужчине подтвердившему свой имущественный сенс у тебя должен был дом быть или квартира и у тебя была нормальная налоговая декларация ты последние там лет пять платил налоги и имел зарплату из сша же возвращается во францию лафайет рот крестоноса очень древний был фильм хороший сериал в то в котором показано вашингтон джефферсон и как лафайет помогал сопротивляться повстанцам сша ну будущих сша отцам основателя племянник лафайета на то время глава охраны короля людовика шестнадцатого начинается буза налогов не хватает люди на улицах бузят депутаты хотят встретиться с королем король их не пускает но племянник лафайета дает команду они проходят королю в одном из помещений версаля да по моему часть гвардейцев не подчиняется племяннику лафайета а часть подчиняется начинает охрана фсо друг друга резать потом успокаиваются они в этом дворике возле резиденции короля начинают типа формировать это законодательное собрание в котором на повестке дня самое главное это налоги и потом было файет произносит фразу что хватит бубнеть против налоги решаем судьбу франции нужно делать законодательное собрание по ирландскому восстанию которые притянули сша ирландцы которые сделали переворот в америке это восстание 1798 года главными лидерами восстания были теобальд вольф родоначальник ирландского республиканского движения лорд эдвард фицджеральд джон мерфи и один из бригадных генералов франции жан-жозеф юмбер он потом умер в старости в сша в общем ютубер демулен выходит на площадь он когда произносил фразы то он сам начинал рыдать во время своих фраз и все остальные кто слушал демулен они тоже плакали рыдали то есть он заводил публику на взрыв зеленский тихо курит и толпа валит на версаль и валит на эту бастилию бастилии задача освободить всех кто потом поможет возглавить боевые отряды идут освобождать билецких по указов тоже сидит в бастилии билецких же во время майдана сидел в тюрьме в общем выходит король к толпе и видит что уже жопа находит пытается сыграть и говорит дети мои я ваш отец да здравствует национальное собрание дворяне слышат они в шоке какое национальное собрание король нас предал дворяне собирают свое там сборище и объявляет ему рокош неповиновение восстание пролетарии все кричат в париже третье сословие вот эти нищеброды бесстанные виват король да здравствует король дворяне на своем собрании увольняет короля собирается это первый раз национальное собрание приводят туда короля присутствие пяти гренадеров преданных уже революции ну и с пистолетами стоят возле короля садят его во главе дворяне на собрание приносят ему кипу бумаг написанные учеными юристами и он начинает подписывать эти акты но там акт один веселее другого отмена дворянских титулов и привилегий отмена налогов которые были до этого король сидит все подписывает потому что они чистят мушкеты и говорят вам воды принести или вина вы никуда не уйдете пока все не подпишете он в общем как на допросе в рове деле в прокуратуре подписывает все эти бумаги и на шестой час падает в обморок среди его актов были равенство всех перед законом ну и т.д. и т.п. в общем объявляет что все теперь мы все равны и толпа бежит грабить в париж дворян выносят все их неимения под ноль всем вам из да пьянка за ваш счет лафаед кричит ура новое время и и мое имение можете грабить я уже не дворянин я гражданин у нас республика и пока еще нет пока король живой республика будет попозже на сцене еще один парень появится хороший забитые отдаленные районы франции это британи вандея не поддержали восстание все остальные поддержали в общем объявляют трехсветный флаг свобода равенство и братство и говорят национальное собрание это хорошо нужно еще законодательное собрание создают законодательное собрание приглашает туда лучших умов франции тогда это были лучшие в мире которые могли правильно красиво написать ну последователи вольтера и пишут декларацию прав человека она была безупречна эта декларация прав человека она до сих пор является ну как базовой для всего и вся в любых нормальных странах даже в россии наверно на бумаге это так прописано в общем шлюшка она же королева пока еще франции Машка Антуанетта разбазарившая казну она тратила деньги с удара на лево лево слева направо каждый день баллы каждый день костюмы каждый день пирожные если нет хлеба пойдите купите пирожные это же она отвечала она бегает как перепуганная по Парижу и раздает хлеб ну корчит из себя жену президента озабоченную в общем наступает время секс-наркотики рок-н-ролл в общем в этом законодательном собрании было постановление что если ты отказываешься от своих имений то с тобой ничего не будет но на практике все происходит наоборот уже никого не интересует так отказался ты от имения не отказался главное твое тело найти находят тело либо убивают либо насилуют с криками поздно пить боржоми бешсанные устраивают вакханалию Балашов и партия 5-10 в шоке и Ахметовы так же их режут насилуют и жгут часть часть их побежала в разные стороны одни побежали в Британь которая не признала там создается орден роялистов многие побежали к Кате пожилой умирающей в Россию ну и в Украину потом они строили города в Анжерон Ришелье Дерибас они все оттуда бежали а часть побежала в Вену основная часть побежала в Вену так как Мария Антуанеташ она же натягала дворян которые были связаны с Австрией Катя наша вторая ну тогда же была Российская империя она любила всех вот этих всех протестантов всех кальвинистов всех вот этих перебежчиков принимала себя она знала что хуже не будет эти что-то сделают полезное для России она их брала в армию на инженерные службы там на распахивание земель то есть весь юг России уже заселен этими сектой протестантской немцев Наэм они называются я забываю вечно их Мератониты я считаю такое оно в общем Поповы Попам говорят что вы теперь подчиняетесь национальному собранию Риму вы не подчиняетесь мы вас будем утверждать РПЦ конец начинается УПЦ В Руане В Руане собираются войска Деникина это Роялисты и Врангеля и готовятся дворяне идти в чистом виде Белая Гвардия поэтому их потом называли Белых Гвардейцев тут идти на Париж собираются донаторы там все кто с баблом понимают что им пришла изда Армия Святого Сердца Маркиз Де Руаньяк это генерал Врангель он был другом Афайета но пути их не разошлись Афайет с Берштанами остался а Маркиз Де Руаньяк с Баблишком их движение на Париж начинается как и у Белых Гвардейцев они вешают где увидят крестьян да вот увидел Берштанова сразу на дерево поэтому если кто-то когда-то вешал красный или белый они читали книги про Францию в общем все кто были с бабом убежали во Львов как 24 февраля ну в ту Вену в общем все богатые французы сидят в Вене пьют кофе и не знают что робыто в общем вырисовывается Польша номер два да Польшу разорвали на куски Франция Австрия и Россия а теперь свистят эти три хищника говорят тут кипиш во Франции хуже чем Тадеуш Костюшко тут вообще какой-то беспредел надо наводить порядок в общем прусаки с австрийцами быстро договариваются а Катя говорит я уже старая я даже уже не могу ходить по двору меня носят на носилках я так вам говорю я ввожу даю вам беспощную торговлю с Россией ну как нам дали Украине ЕС и крестьяне тогда не перекрывали как поляки границу она вводит беспощную торговлю и она говорит что я вам даю добровольцев кто захочет добровольцам к вам присоединиться разбить этих бесштанных пожалуйста и главным по этой вербовке и отправке добровольцев к прусакам и австриякам является грузин Багратион что б не побить эту голожопых в общем она им сказала что я на вашу телегу отвечаю по категоричным нет я уже старая не хочу только Крым взяла на Чукотку вышли мне ее и так хватит я не знаю что делать с этим лаптем так в общем все в России шобла собирает грузин Багратион и с этих трех сторон они собираются на Париж и еще собирается Англия на Париж в общем англичане говорят мы не перевариваем этого короля Людовика 16 но это король опять кромбель нельзя допустить в общем эти все страны хотят порвать Францию над собрания когда узнает что им объявлена вендета от четырех стран вот эти все богачи с над собрания убегают кто куда эти кто были на стороне бештанных типа Балашова они все бегут с последним баблом с криптовалютами в Марсель а потом уплывают в Северную Африку лучше в Африке пересидеть в Италии только не там Некоторые пишут до в общем первая революция тоже была она уже весь Париж разбежался революционеров нема ма 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 нема в общем на носу жовтнева революция октябрьская революция на носу вторая и в общем за дело берутся клуб который ходил в ресторан якобы бухали и вынашивали там идеи политические в общем Марат адвокат истерик при своих речах рыдал в припадках эпилепсик видите много эпилепсиков здесь в общем когда выходил Марат выступать где-то в Париже сам рыдал и вся площадь рыдала через 10 минут заводил толпу ну гениальный был как он любит Францию отечество в опасности это он придумал и его просили еще раз на бис еще раз поплачем наверное его предки основали Болливуд я в индийских фильмах всегда плакал кстати был хороший сериал советское время тихая дорога в дюнах по-моему при Балте сняли там сложный первая мелодрама сериал который я рыдал как белуга на втором месте был белый бим черное ухо с Тихоновым разведчиком там Юрий Швец играл собаковода который бросился а он заболел и собака за ним скучала вообще тяжелый фильм в общем Марат это был «Зеленский тихо курит» Зеленский это маленький анеский подобие Марата он также защищал был публичным гражданским адвокатом его была фишка защищать именно бедных простолюдинов и он всегда выступал их адвокатом в суде то есть говорить красиво он мог был у него еще такой дружок Максим Робеспьер Макс Робби я его называю карлик метр сорок ростом ну метр пятьдесят вес сорок килограмм глаза выпученные лысый чем-то переболел в детстве болел такой получахоткой веган не бухал в общем ну такой убежденный мономан это человек который верит что-то свое его уже не переубедишь из шампани 9 лет была история он мама ему купила на последние деньги продала овцу белую рубашку и там должен был проезжать король он его долго ждал вдоль дороги и король все таки появился с опозданием и он стоял какими-то или цветами или хлебом каким-то а хотел стих прочитать и король не остановился возле него пролетел в лужи и обрыскал маленького Робби Макса Робби и Робби это запомнил на всю жизнь в общем это остались те кто не труханул и также был среди них еще двухметровый владелец доков Стивидор Жорад Антон ну он такой был как Маяковский как Кличко и он так и говорил как Маяковский в стиле ну такими резонансными тезисами короткими был неплохой оратор Жорад Антон богач докер они втроем бьют святая троица бьют по рукам что краина в опасности треба ее заборонить захищать вся швоебень убежала в общем они первые принимают решение что Киев в опасности всем бесстанным раздать оружие оружие в студию вот это все что они открыли эти галереи они несут оружие и раздают только первого кого видят шашлыки так шашлыки в общем национальное собрание которые еще остались они все засранными трусами воняет говном пишут договор о капитуляции как сдаться прусской армии или австрийской кто первый дойдут до Парижа эти все трое Марат Дантон и Марк Робби направляют бомжей на нацсобрание и арестовывают это все нацсобрание в общем они всех этих заговорщиков которые писали Минск 2 и Минск 3 садят в камеры и потом начинают их выступают Дантон и Марк Робби и говорят это все предатели это враги Франции у нас от пути другого нет отступать некуда раз мы в это ввязались они такие были политически прокачанные верили в свои идеи Ленин это жалкое подобие этих трех удивительных ребят и они принимают решение что надо их убить заседают в этом законодательном органе ну и слуги народа которые были заново собраны они все проголосуют за ну а как по другому надо убить конечно они объявляют этот нацсовет они его назвали конвентом а себя называли секторальные председатели вот они были три главных секторальных председателя в общем они объявляют общую мобилизацию и набирают армию бесштанных да с подкрики оба воля оба смерть австрияки уже рядом они где-то в бургундии в общем австрийцев во главе с австрийцами ведут дворяне офицеры французские ну и медведчуки и пинчуки ну и дворянское там всякое во рью и в общем получается что начинается сражение первое с австрияками бомжей и бомжи частично развивает австрийскую армию она отходит назад в общем немцы Людовику XVI присылают маляву что Дойче уже рядом все будет хорошо через человека своего и король переодевается в бомжа берет с собой дуру Машу и пытается ну которая кричала пусть пирожные купят себе если жрать нечего и бежит к австриякам а так как эти уже революционеры оставили многие КПП и на окраине Парижа он попадается на КПП его принимают на окраинах Парижа вяжут и бон и в тик один он хотел в тик везут обратно в Париж утром собирают эту всю сходку и Робик выступает в этом своем конвенте и говорит что Витя хотел сэбаться он предал Францию смерть Януковичу ну новая версия звук народа которых быстро там собрали где-то на улице голосует автоматом за за отрубание двух голов в общем решает что L変 чтобы любительницу пошиковать за госсчет Нужно сделать чекнай с башки Машки В общем, прусаки У прусаков начинается первый бой С бештанными на Вердене Они сносят бештанных и заходят в Верден Уже недалеко Париж Балашовцы Балашовцы Тех первых они казнили На собрании Которое писало Минск 1, Минск 2 И получается Была партия предпринимателей Клуб по интересам Которые хотели сделать переворот Они говорили, это наши магазины в Париже Это наши дома Это все будет разрушено Мы должны свергнуть этих сумасшедших Сверхнуть Зеленского Балашов же не любит зеленых Он хочет их свергнуть Сверхнуть конвент И сдаться Пруссии Этот заговор раскрыт Доносится про Балашовов Что это очень плохая партия И 1500 членов партии Балашова Отводят центр Парижа И принимают решение Быстро в течение дня Им рубить головы Никаких адвокатов Ничего Ну не надо Революционная ситуация Робеспьер не может найти В таком количестве палачей С топорами Ну не хватает Там всего 10 сертификатов Лицензированных палачей Потому что при Людовике XVI Казни было немного Все заняты Ну это так можно рубать И месяцами И тут они вспоминают О удивительном враче Судебном медэксперте Который работал В этой тюрьме Которую они брали Бастилию Доктор Гильяттен Они звонят по мобилке По телеграм-каналу К доктору Гильяттену И говорят Вы же готовили Доктор смертника В казни И вы постоянно Возмущались Против того Что топором Рубать негуманно То по черепу попадут Человек сонет И Он постоянно Говорил Что нельзя так Людей убивать Людей надо убивать Гуманно Чтобы курица Не мучилась И он автоматизировал Этот процесс Он С противовесом Сделал В честь него Установочку Которая называлась Гильотина Резала идеально И он Когда-то Предлагал Запатентовал Продать правительству 10 гильотин Они у него не купили Почему? Потому что Гильдия Палачей Парижа Сбунтовал И сказали У нас лицензии Мы Палачи В четвертом Пятом поколении У меня Прадед был Палачом И Мы не позволим Чтобы какая-то Гильотина Отрубала Голова А что мы будем делать? Ну и Так как Понимаем Все Что Макс Робби Понимает Что ситуация Революционная Он говорит Что Извините Товарищи Палачи Будет еще И гильотина Работать И привозят Эти 10 гильотин Этого удивительного Доктора Гильотена И получается Автоматизированный Процесс Как говорится Знаете Есть стих А голова То папина А глаза То мамины Ну да И в общем 1570 человек Пошли Как на конвейере Вот как Макдональдс В рай Да Получается Конвейер Смерти Макс Робби Просто Получает Аргасм Вот этот Кто организовал Концлагеря Это маленький Ребенок По сравнению С этим удивительным Революционером Максимилианом Робби В общем Оруженники Юга Протестанты Привозят пушки В Париж Они узнают Что нужно Спасать Францию И говорят Мы только Отлили хорошие пушки А пушки Одни из лучших Уже во Франции И начинается Битва При Вальми Когда Со стороны Франции Были только Пушки А со стороны Германии Была пехота И французы Эти бешаны Сыпят неплохо Немцам Да Останавливают Прусаков Они были Мотивированы Им сказали Товарищи бомжи У вас нету варианта Вы либо продолжаете Бежать в жопе И вздыхать Либо вы станете Равными Посмотрите бумажку Вы написали бумажку Право человека Декрет Все Конституция Ну и все пошли Бешаны Потому что Знаете Как в этом анекдоте Я про червячка Говорю Который в навозе Родился Говорит Папа Что мы с тобой В навозе Есть червячки Которые Всю жизнь В яблочках живут А мы все В говне Там в говне И самое главное Когда человек Мотивирован Как он хорошо воюет Австрияки Уже разбиты И прусаки Получили Великие прусаки Это Их вел Сын Фридриха Второго И третья армия Бомжей Собирается Офицеров Всех повесили Офицерам Нельзя руководить Как Красная Армия Офицерам Военспецов Еще тогда не было Они утверждают Институт Комиссаров Это якобинцы Которые в кабах Ходили Верят Якобинцам Их называют Комиссарами И комиссары Ведут Против Роялистов Пехоту На Против Роялистов Пока там Все воюют Робби Делает неплохую реформу Он Печатает закон О суде присяжных Говорит Это мы временно Пока рубим головы Будет суд присяжных Для обычных людей И это классно Он потом и работал Суд присяжных Он производит Реформу религии Он говорит Что все попы Это Обманщики Прохиндеи Они изменники Родины Они служат Риму А не Франции И Когда он это Произносит Они знают Что если Макс Робби Прояснешь Что они изменники То завтра Им кирдык башка И попы Переодеваются В гражданск По гражданке Все валят В Италию Потому что От греха подальше Ну и кто-то В Британию Лезет Там даже Дошло до того Что по Акценту Из Британии Ловили И сразу казнили Потому что Понимали Что это Дворянин И он Объявляет Эпоху Культа разума Макс Робби Теперь будет Культ разума А не Бога Теперь Атеизм Превыше всего Да И он говорит Идите в церковь Это все народное Заберите Вот это Вот этих Прохандимцев Вот это все Что увидите Все ваше И опустошается По всей Франции Церкви Актрисы Оперы Начинают Выступать В Нотр-Дам-де-Пари Да В общем Все говорят Кто хрестится Тот москаль Дантон Видит Что Макс Робби Уже кукуха Поехала А у Макса Робби Кто Кто мог его Остановить Это Марат Марат Подбегал Он был у него Модератор Он подбегал К Робби Хватал его за Ну когда он видел Что у него Кукушка Перегревается И он его обнимал Говорит Пошли подышим Пошли чуть Подышим Походим по парку По улице И Дантон Начинает заговор Крутить Потому что Ну он видит Что следующий Будет он Они все похудели От этого стресса Каждый сбросил По килограмм 10 Кстати Робби Весил 40 килограмм Сейчас весит 30 Марат Это был Троцкий Он ездил По фронту Толкал речи Вот эти Сам плакал И солдаты Плакали И он ездит По трем фронтам Против австрияков Пруссаков С россиянами Которые идут И французов Роэлистов И еще англичане Подвозят им оружие В общем Триндец полный Лафаэт Идет Марат Марат возвращается Дворяне 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 Переодетые Видите Система КПП Работает Система КПП И в общем Вот этот Франсуа Мерли Там что-то Кинулся с саблей На Робеспьера Его сразу Зарезали А вот эта Дамочка Она была Шарлота Кардепа Умней Она устроилась Работать швеей Отработала швеей Месяц Она умела шить Потому что В Британии Дворяне Они такие Сами по дому Много делали Видите Когда ты умеешь Что-то делать Оно тебя спасает И она Получается Ходила на митинги И выдавала себя За активистку Что она поддерживает Казни И на одной Из казней Она даже Водила Типа швеей На эту Я говорила Я за Робеспьера За Марата И Марату Она бросила С глаза Как самая активная Она вынашила Уже план Ну кричала Ура товарищи И она В один день Приходит В дом Марата Стучится И говорит Что У меня есть Важная Новость Я вам Расскажу О заговоре И Марат Видит ее В окно Что это она Он ее узнал А это Эта дамочка На казнях Которая И она говорит Пустите ее Он в ванной Принимает ванную Потому что Он был Эпилепсик И когда он Переохлаждался Его начинало Плющить И он в ванной Снимал С вином Стресс И вот Бухой Марат Сидит в ванной Впускает Эту Красивую Ну большая Она такая Крупненькая Была Шарлоту Корде И Шарлота Корде Начинает Его Резать Как свинью Да Ванной И он Под крики Хрю-хрю Умер Она его Зарезала Охрана Подбегает Хватает Ее И через Два дня Она Она с гордой Головой Через минуту Умирает И отрубает Голову На гильотине В общем Через два дня Она отправилась В рай Но она Миссию Выполнила Марат Убит Марата Убили Ахметовы Которые Выжили Робби Вообще Кукуха Падает Он Арестовывает Дантона И Демулена Они реально Готовили Заговор Но Робби Не знал Ему просто Показалось Он для перестраховки Как товарищ Сталин Хватает Этого Зиновьева И Каменева И Казнит их Да А Демулен На Гильотине Перед Гильотиной Орет Я брал Бастилию Вы что творите Не катит Поздно Пить Боржоми Я тебя Подозреваю Этот Говорит ему Дантон Как нас Разоблачили А тот Говорит Нас Не разоблачили Утечки Не было Он просто Нас Казнит Для Перестраховки Чтоб Не повад Над другим Было Демулен Начинает Плакать А Дантон Сказал Степашка Не падай В истерику Не позорься Умри Как достойный Человек В общем В Лафонтену Доходят Новости Что В Париже Там Изда полная Робби Макс Робби Тронулся Этой Головой Кукушка Поехала В общем Там Перегрев Башки Полный И он Бросает Армию И Издует Науй Да И Бежит Вену Прибегает Во Львов Венский И кричит Что Простите Засранца Судите Меня Мне лучше С вами Чем С ними Гражданином Быть Некомельфо Ну в общем В Австрии Судят И дают Ему Три года Он там Сидит Потом Уехал Жив Швейцария В общем Среди Вот этой Сей Аравы Дурачков Которые Свершили По сути Великое Дело Основали Первую Реальную Республику В общем Через Тюрьму Пропетлял Только Один Лафаед В общем У Макса Робби Уже Создана Своя СС Гестапо Черная Гвардия Называется Возле Робби Ходит Постоянно Его Друг Которому Он Только Доверяет Ну То есть Тот Уже Подозревает Всех Даже Себя Скоро Начат Подозревать Сент Жуст В общем На слово Заговор Робби Реагировал Как Алабай У него Уже Были Свои Следаки Свой Был Этот Тартаров В общем Арестовывали Всех На кого Падал Глаз Робби В общем Каждый День Идет Конвейер Голов И в один День Прибегает Личное ФСО Чернорубашечник Робби Макс Робби И говорят Вы предатель Вы переписываете С Англией Мы выарестованы Что на самом Деле Вы было Ахметов Пинчук Собрались Ну еще Пару человек И говорят Ну его нафиг Он тут перерубает Всех Они дали бабла Ихнему ФСО Сказали Пацаны Ваши семьи Будут жить На Гавайях Пожизненно Я только Убил Этого Дурочка И в общем А Дантон Перед смертью Орал Что Робби Скоро встретимся А Робби Не верил И он был прав В общем Робби Повторил судьбу Полковника Ургента Когда его Монголы Схватили И тут его Свои схватили И зарубали За большое бабло Но он Он к этому Время Уже успел Казнить Половину Своего Парламента В общем Восточная Франция Практически Захвачена Армию Роалистов Кое-как Остановили Так как Париж Движуха Говорят Что У Парижа Там вообще У кого есть Военные навыки Едьте в Париж Вы сделаете Карьеру Из Жопы Мира С Корсики Едет мальчик Такой Ну маленький Неказистый Очень страшный Был бы бабой Не дал бы Его зовут Бонапарт Наполеон Да Он приехал Из Жопы Мира Искал Рекрутинговый отдел И тогда Фиш не было По найму Батальоны И получается Он ходит По Парижу Ищет Где вербует В рекрутинг Он понимает Что это шанс Молодому офицеру Как-то отметиться Он был Маленький Толстый Кабан У него В училище В котором Он учился На офицера Было Два По физкультуре У него Была Хорошая Математика Он хорошо Рассчитывал Баллистику Ядер Полета Но Физкультура Было Два На лошади Он вообще Не мог ездить Да Он лошадь Боялся Как Я не знаю Кто Кого В общем Комендатуру Парижа Он приходит Он говорит Где тут Завербует Полуказов Хочу воевать За Родину Они пока Вот документы Заполняют Говорят У нас На днях Робиспера Казнили А он Это Кто Это Такой Они говорят Боже Батенька Это Село Какое-то Ты даже Не знаешь Что такое Робиспера Я не знаю Хочу Служить Отчизне Ну В общем Я на этом Заканчиваю Свою Удивительную Историю Называется Она Трэш Свобода Равенство И Братство И Далее Будет Да Интернет Я Завантажу Это В аудио Формате Чуть И Посмеетесь Или Поплачете